Сейчас мы покажем вам работу фонаря в полной темноте, в разных режимах. Смотрим внимательно. Поехали. Сейчас мы хотим показать вам минимальный режим, то есть самый слабый свет этого фонаря, направляя на потолок, на стену. Вот обратите внимание, вот такой вот луч. В центре ярко выраженное пятно белое и с небольшим ореолом, вот с таким. Так, режим номер два. Это средний режим, вот на таком режиме мы можем охотиться до четырех часов. Вот такой вот свет, такой вот луч. Вы видите, очень яркий, очень яркий. Режим номер три, максимально, называется белый день. То есть освещает конкретно, как днем. Сейчас мы проводим тест фонаря на самом минимальном его режиме. Вот я включаю его. Смотрим. Вот такой луч. Здесь примерно до ворот метров девять. Вот на стену. Вот такой вот луч минимальный. Примерно. Вот так. В центре ярко выраженный ореол. И сейчас мы переходим на следующий режим, на средний. Он уже идет, так, значительно мощнее. Вот на стену показываем. Вот такой примерно ореол. Можно выше его посветить. Ну и выше, выше. Просто здесь не хватает длины здания. Но так он освещает, как вы видите, очень ярко. Вот на этом режиме он держит примерно четыре часа. Можно охотиться без проблем. И самый большой режим, называется белый день. Ярко-яркий луч спектра. Широкий, яркий. Вот он так выглядит на стене. То есть освещает весь этот дом буквально как днем практически. В таком режиме он может примерно полтора часа светить. Ну, чтобы вы понимали, это полный мрак. И вот так вот. Потом пошли дальше. Режим стратоскопа. Он вот с такой задержкой. То есть он подает сигнал SOS, бедствия и так далее. То есть можно подать кому-то сигнал. В таком режиме он тоже очень долго будет работать. И последний режим. Тот же стратоскоп, только вот такой. То есть через каждую там полсекунды идет мигание. Вот так вот мы вкратце показали вам режимы. Следите дальше за нашими выпусками. С вами был SOS. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.